Час дня на Дону Вы слушаете Радио ФМ на Дону в студии Инна Билан за звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Начинаем большой информационный час и сегодня у нас в гостях министр экономического развития Ростовской области Максим Попушенко. Здравствуйте, Максим Валерьевич. Добрый день, Нина. Поговорим мы сегодня о том, как проходит год донского бизнеса в регионе и как развивается у нас туризм на Дону. Вы, уважаемые слушатели, можете принять участие в нашей беседе, позвонив по телефону прямого эфира 200 ровно 2519. Ну и хотелось бы начать наш сегодняшний эфир, да, подвести какие-то итоги. Чем же завершилось первое полугодие текущего года, Максим Валерьевич? Да, если говорить, Инна, очень кратко, буквально недавно подведены итоги на расширенном заседании правительства региона, которое проводил наш губернатор Василий Валерьевич. Итоги очень положительные. Самый главный итог первого полугодия текущего года это то, что у нас продолжается рост экономики, нашей ростовской экономики. Перерост небольшой, но он есть. На фоне других регионов, где имеется снижение валового регионального продукта, а это индикатор, который отражает объем экономики, любой совершенно, то у нас наблюдается рост экономики по сравнению с прошлым годом на 1,2%. Это неплохо. То есть у нас объем ВРП за полугодие составил почти полтриллиона рублей, почти 500 миллиардов. Но это не самый даже главный итог. Важные вещи произошли. Поменялась даже структура и финансовых моделей у предпринимателей. Поменялась вообще ситуация. Вот такой важнейший индикатор финансово-хозяйственного, такого самочувствия предприятий, это прибыль прибыльных организаций. Так вот, если сравнивать в первом полугодии итоги за 6 месяцев текущего года и прошлый год, то у нас прибыль прибыльных организаций возросла на 43%. Отчасти наполовину. Представляете, да? То есть это серьезнейшие вещи. Есть масса других вещей, таких, знаете, как индикатор, как если есть параметры у человека, которые характеризуют его самочувствие. То же самое есть некие параметры у экономического, у макроэкономики. Вот такие вещи, которые характеризуют именно оживление. То есть важнейшая вещь это грузооборот в натуральном выражении. Вот он возрос за полугодие на 5%. Это значит, соответственно, что это перевозки, грузоперевозки, все перевалки идут грузов. Это тоже очень хороший симптом именно улучшения ситуации. Ведь надо сказать, что у нас этот тренд роста экономики продолжается уже не первый год. И губернатор об этом отмечает и ставит задачу всему экономическому блоку правительства Ростовской области именно этот темп поддерживать и сохранять. По итогам прошлого года у нас рост экономики составил более 4%. А полугодие пока у нас плюс 1,2%, что тоже хорошо на самом деле. И про прибыль я уже сказал вам. Василий Юрьевич, наш губернатор объявил этот год годом бизнеса. Прошла вот уже больше половины. Тоже итоги какие можно подвести? Действительно ли этот год соответствует своему названию год бизнеса? Я думаю, что, наверное, ответ на этот лучше всего даст бизнес. Потому что мы выполняем задачу. На самом деле губернатором был объявлен 2016 год годом донского бизнеса. В чем смысл? В смысле, во-первых, обратить внимание на бизнес-сообщество. Потому что колоссальное у нас число наших граждан, жителей Ростовской области и вообще по России, работают в коммерческих частных структурах. Все, то есть экономика только такова. То есть это колоссальное число людей, это все наши сограждане и здесь земляки. И, соответственно, понять те проблемы, которые есть сегодня у бизнеса. Именно для этого был прозвращен 2016 год годом донского бизнеса. Сконцентрировать государственную поддержку бизнеса. И финансовую поддержку, и не финансовую поддержку. И самое главное, то есть услышать те проблемы, которые есть, проблемные вопросы, и оперативно их решить. На это было направлено именно достаточно большое внимание всего экономического блока. Это и совещание, это специальный конкурс, это новые виды поддержки государственных предпринимателей. И начинающих, и продолжающих, и инвесторов. То есть это можно продолжать весь смысл. То есть практически еженедельно проходят встречи с бизнес-сообществом. Такие открытые, совершенно откровенные, можно сказать, дискуссии, на которых на самом деле мы хотим услышать те проблемы. То есть буквально там подведены итоги недавно, очередная встреча была с губернатором, с предпринимателем шахты, где озвучилась та проблематика для инвесторов. По итогам которым даны совершенно четкие, жесткие поручения губернаторам оперативно поменять ситуацию, изучить ситуацию, разобраться, то есть и принять оперативные меры. А территория опережающего развития давайте поговорим. Это территория Гукова, где созданы беспрецедентные условия для бизнеса. Какие предприятия там уже зарегистрированы, что там вообще происходит? Ну, Инна, смотрите, вот кратко, чтобы было понятно. Это совершенно новая вещь. В России совсем немного таких территорий. То есть у нас такая уникальная ситуация. В Гуково существует Российской области. То есть благодаря губернатору, благодаря поддержке федерального правительства и президента, который сдал такой закон, наш город Гуково, он является моногородом. И, соответственно, для моногородов был придуман такой правовой механизм, что для них вводятся специальные льготные условия для тех предприятий, которые будут там осуществлять свою бизнес-деятельность. То есть с фиролемейса все это заработало. То есть какие требования, какие преференции существуют сегодня, я бы тоже хотел бы рассказать. Это, в первую очередь, налоговые преференции. Это абсолютное снижение. То есть у нас приняты областные законы и местные решения Гуковской думы, которые позволяют сегодня предпринимателям, которые зарегистрируют свой бизнес на территории Гуково, освободиться полностью от налога на имущество организации. Ставка по налогу на прибыль нулевая. Да, земельный налог нулевой. Ну самое важное, что на сегодня обращают внимание предприниматели наши, что это очень высокие для них достаточно тяжелые условия по начислениям на фонд оплат труда. То есть это отчисления в пенсионный фонд, фонд медстрахования, фонд социального страхования. И вот здесь самое важное, что если наряду с 30 с лишним процентов, которые платят в обычной ситуации в штатной, то для резидентов города Гуково предпринимателей, такая ставка, совокупная по всем фондам отчислениям, будет всего лишь 7,6. То есть это, конечно, важнейшая вещь. Но это только налоговые преференции и в преференции по внебюджетным фондам. Важнейшая вещь какая? Что у нас губернатор подписал в июле месяце с фондом Моногородов, с федеральным фондом, специальное генеральное соглашение, по итогам которого инвесторы, которые зарегистрируются и начнут деятельность из своих инвестпроектов на территории Гуково, они смогут получить льготные кредиты от фонда Моногородов всего лишь под 5%. Более того, они могут претендовать на получение, чтобы фонд вошел в капитал на момент реализации и на стадии реализации инвестпроекта до 8 лет. То есть фонд может предоставлять ресурсы до 40%, до 1 миллиарда рублей на один инвестпроект и входить дольщикам в этот инвестпроект. Безусловно, с прописанием договора о том, что через 8 лет инвестор выкупит эту долю, фонда вернет себе. Но, тем не менее, на 8 лет он получает прекрасного дольщика с очень хорошими ресурсами и финансами, что в сегодняшних условиях учетной ставки, действующей сегодня Центробанка, достаточно привлекательные вещи. Недавно вы говорили о том, что также территория опережающего развития может стать Донецк и Зверево. Насколько это реально и что для этого нужно? Буквально в конце июня был подписан федеральный закон. Сейчас находится на стадии подписания федеральное постановление правительства России. Что означает? Все моногорода, моногород это те муниципалитеты, где у него направление предпринимателей в основном одно. Мы знаем, что это наши шахтерские территории в основном. Они все имеют статус моногородов. Так вот, для этих моногородов есть категорийность. Соответственно, самая высокая категория, это третья. У Донецка и Зверево вторая категория. Так вот, данный федеральный закон и новые условия позволяют моногородам с второй категории, то есть и Донецкой и Зверево, претендовать на получение такого же статуса, как у Гукова, с 1 января 2017 года. По поручению губернатора, то есть мы уже вместе с мэром Донецка посещали фонд моногородов, вместе мы выезжали с Ковалевым, с мэром Донецка. Сейчас такая же происходящая планируется с мэром Зюзиным, мэром Зверево. И мы очень надеемся на поддержку Федерального министерства экономического развития, Федерального правительства. На прошлой неделе было совещание в Минеке, нас собирали, то есть я там тоже присутствовал, участвовал, то есть там интересовались нашим опытом. На сегодня у нас только две реализованные такие вот зоны, то СР, опережающие от социально-экономического развития, это город Гуково и набережные Челны в Татарстане. И, соответственно, там другим коллегам из других регионов мы рассказывали о том опыте, о тех проблемах, с которыми мы сталкивались, прилигается, потому что это была премьера, пилотаж, такой первый пилотный проект. И возвращаясь к тому, что вы сказали по поводу тех резидентов, которые в предыдущем вопросе были. У нас на сегодня мы направили уже в Москву двух инвесторов. Это серьезный вес проекта на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. И за период реализации проектов предполагается создание новых 2000 рабочих мест. Если все у инвесторов пойдет нормально в штатном режиме. Это очень важно для обеспечения рабочими местами городов. Об этом есть сейчас эта информация. Мы сейчас продублируем, конечно, да. А насколько условия в городах Донецке и Зверево соответствуют тому, чтобы там появились территории, опережающие социально-экономическое развитие? Есть ли вообще там условия для этой территории? Я регулярно посещаю город Гуково. Это входит в зону моей персональной ответственности. Поэтому главное для сегодняшнего инвестор проекта, наряду с капиталом, иметь необходимые и достаточные условия для энергоснабжения, водоснабжения. В свое время с помощью федерального центра и губернатора мы обеспечили проведение туда мощного Гуково-Кудровского водовода. Мы обеспечили данный город, эту зону, Донбасскую водой. Сейчас задача обеспечить его энергоснабжением, безусловно, и при необходимости, в соответствии с определенными природоохранными потребностями, водоотведением, то есть канализацией. Вот этим сейчас занимаемся. Несмотря на это, ведь там же сегодня существует, уже сейчас подали ряд предприятий, еще на получение статуса резидента ТОРа, это машиностроительный завод по производству прицепов. Прямо на территории Гуково, не в промо-зоне, а прямо на территории Гуково. Это предприятие также производства строительной индустрии. Это бетонные ЖПК конструкции, бетонные плиты, которые производятся там. Также подписано соглашение о намерениях инвестора по созданию кирпичного завода. На общую сумму там, если не ошибаюсь, свыше 2 миллиарда рублей инвестиций. Но важнейшая вещь, это же и персонал. Это и персонал, то есть квалифицированная рабочая сила, которая необходима инвесторам там. Эта задача также поставлена здесь. Я думаю, как раз эти новые инвестпроекты позволят гармонизировать эту ситуацию, которая была связана с закрытием определенных производств, которые пришли уже. Это шахты, которые как раз они уравновесят ситуацию. Это будет нормальный, высокооплачиваемый рабочие места. И это будет интересно и инвесторам, соответственно, да, и жителям города Гуково, и соседних муниципалитетов. Напоминаю нашим слушателям, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 200 ровно 2519. Говорим о том, как проходит год Донского бизнеса в регионе, и как развивается туризм на Дону. И в гостях у нас министр экономического развития области Максим Валерьевич Попушенко. Максим Валерьевич, какие виды господдержки на данный момент существуют для бизнеса? Ну, во-первых, мы ее давайте разделим на группы. Первая важнейшая для инвесторов поддержка существующая – это финансовая поддержка. Она составляет из себя, включает в себя, это прямая финансовая поддержка, то есть субсидии. Если, предположим, вы предприниматель разного совершенно разряда, начинающий предприниматель, вы имеете право на получение стартовых таких условий и помощи. Да, стартовых финансов, так и есть. Безусловно, это малый бизнес, даже это микропредприятие, то есть численность 15 человек. Это различные субсидии, связанные и с возмещением процентной ставки, и с возмещением платежей по лизинговым договорам. Это возмещение на прибитенное оборудование. И таких поддержек 14 видов. Это первая группа поддержки. Важнейшая вещь – это налоговые льготы. Это тоже финансовая поддержка, потому что предприятие экономит свои оборотные ресурсы на плате налогов. Это совершенно правильная вещь, и это сознательная политика правительства Ростовской области и установа губернатора. Оказывать государственную поддержку предпринимателям, потому что они, зарабатывая себе, зарабатывают для общества, и, соответственно, это возрастает совокупное числение в бюджет при успешном реализации их бизнес-идеи. Это направление. Справочно скажу, что у нас вся совокупная поддержка сегодня в областном бюджете, вот как раз возвращаясь к гуданскому бизнесу, мало кто регионов России такую поддержку оказывает. У нас совокупная поддержка превышает 2 миллиарда рублей. Из них существенная поддержка – это налоговые льготы, остальное – это прямая финансовая поддержка. Но это, как я сказал, первая группа финансовая поддержка прямая из областного бюджета. Есть такие же вещи, так называемые непрямая финансовая поддержка. Что я имею в виду? У нас в свое время в правительстве Ростовской области были созданы два очень мощных института поддержки предпринимателей. Первое – это агентство поддержки предпринимателей, которое выдает льготные кредиты предпринимателям Ростовской области. Что это за льготные кредиты? Ну, во-первых, это сумма до 3 миллионов рублей сроком на 3 года под ставку не выше 10%. Достаточно привлекательные условия, да. Причем они настолько привлекательные, то есть губернатор нам поручил Минэкономразвития очень эту поддержку рассказать о ней всем предпринимателям. Мы так начали активно рассказывать, что уже агентство не справляется. На самом деле уже мы получаем некоторые даже жалобы, что уже деньги на том периоде они уже раздали. Соответственно, возникает вопрос, как дальше помогать. Следующий цикл – это средства возвратные, это микрофинансовые займы. Соответственно, они возвращаются обратно с уплатой дохода этого. И заново запускается новый цикл новым предпринимателям. Соответственно, здесь задача возможно переформатировать и, может быть, сконцентрировать ее на те направления, которые наиболее важны и востребованы сегодня с точки зрения и экономики, и макроэкономики вообще Ростовской области. Второй институт, который тоже создан правительством региона – это гарантийный фонд. Капитал достаточно серьезный. Там порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей капитал этого гарантийного фонда. Какая его главная задача? В той ситуации, если предприниматель начинает свой бизнес, и ему нужны, у него есть свой капитал небольшой, и ему нужны кредитные ресурсы. Но, допустим, у него недостаточно кредитная история. Или у него недостаточно залогового обеспечения, чтобы он взял кредит, и банк говорит. То есть на такую-то сумму мы можем выдать вам кредит, а столько-то мы не можем. Для этого существует наш областной гарантийный фонд. То есть предприниматель, обращаясь в банк, ему там же информацию дают, что вы можете воспользоваться услугами областного гарантийного фонда, в котором мы предоставляем эту гарантию предпринимателю, если у него не хватает достаточного залогового обеспечения. Это второй мощный вид поддержки. И еще говоря о том, что у нас важнейшая вещь, это то, что для инвестпроектов. То есть, опять же, вы знаете, что Василий Ильич регулярно, ежегодно озвучивает свое инвестиционное послание, которое является одним из приоритетов для всего экономического блока правительства, и очень важное и знаковое событие для предпринимательского сообщества. Как правило, ежегодно губернаторам озвучатся самые такие важные вещи, направления, тренды, что мы должны делать весь год. И важнейшее всегда там звучит, это поддержка инвесторов. Потому как инвестиции, безусловно, без инвестиций роста экономики в принципе не может быть. Не случайно у нас в указе президента, об одном из стратегических указов президента, главы государства, в котором именно по экономике, о долговременной политике в сфере экономики сказано, что в доле, скажем так, в сумме валового регионального продукта доля инвестиций должна составлять не менее 25%. То есть должна быть инновационная экономика за счет и расти, не за счет, потому что, безусловно, известно, в теории экономики существует всего лишь несколько ключевых факторов роста экономики. Либо должно быть потребитель расти очень серьезно, что достигается либо за счет роста внутреннего потребления, либо внешнего потребления. Внутреннее потребление необходимо возрастать серьезно в геометрических масштабах населения. Внешнее потребление необходимо увеличивать экспортные поставки. Но, безусловно, за счет увеличения производства и создания добавленной стоимости здесь, для этого необходимы инвестиции. Так вот, именно на поддержке, ключевой поддержке инвесторов, правительство региона оказывает очень серьезное и уделяет внимание. То есть у нас всем инвесторам, которые создают новое производство, возмещается 50% всех их затрат на технологическое присоединение к энергосетям, энергоснабжению, газоснабжению, к водоснабжению, к водоотведению. Это очень выгодно. Да. На ваш взгляд, Максим Ильич, как вы считаете, какого предпринимательства все-таки в регионе у нас не хватает? В какой сфере? Ну, я бы не стал делать вывода, что чего у нас не хватает, именно какого предпринимательства. У нас Ростовская область традиционно славится таким предпринимательским духом. Вот у нас такая богатая история, если посмотреть историю Ростова-на-Дону, как он возрастал и прям масштабировал за счет, в том числе, предпринимателей. И таких активных, инициативных предпринимателей. У нас, почему я так говорю еще, что у нас, чего бы не хватало, и я затрудняюсь даже ответить. Потому что у нас, по сравнению с другими регионами, у нас очень диверсифицированная структура экономики. У нас развита промышленность, почти четверть всей экономики, всего баллово-регионального продукта. У нас очень развито сельхозпроизводство, агроиндустриальный сектор, в том числе сельхозпереработка, пищевка и так далее. У нас очень серьезно развита торговля и оказание услуг. У нас развит транспорт. Поэтому у нас очень сбалансировано такое внутреннее содержание экономики. То есть недавно на одном из форумов, мы с коллегами обменивались, мнениями, и когда мы видим, конечно, Сибирь, особенно те нефтегазовые регионы, где почти акцент и уклон сделаны именно в нефтедобыче, в газодобыче, в металлопереработку, в добычу металлолитье, то, конечно, когда происходит что-то серьезное на внешних рынках, меняется серьезная внешняя экономическая конъюнктура, происходят очень серьезные колебания в их региональных экономиках. То есть у нас такого нет. У нас очень сбалансированная, устойчивая такая экономика. Поэтому, но тем не менее, то есть у нас, на что обращать внимание губернатора поставил задачу и Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности, Министерству экономического развития. Например, такой вопрос, это связано с молочным производством. И задача, то есть именно по развитию, Васильевич называл молочное животноводство отраслью, опережающей в развитие. То есть, соответственно, перед всеми нами стоит задача придумать инструменты поддержки, механизмы поддержки именно этих предпринимателей, кто будет развивать именно это направление, молочное производство. Вот, собственно, этим сейчас активно занимаемся, готовим предложения. Вот Вы говорили об инвестициях, да? Кто сейчас готов из иностранных партнеров инвестировать в наш Донской регион? Ну, вообще, вот буквально перед нашим эфиром, сейчас который проходит, проводили переговоры с очень серьезными инвесторами, я бы не хотел там в эфире озвучивать это, но очень высокая заинтересованность. И вот они инвесторы, это совместный капитал российский и иностранный. У нас по статистике в Южном Федеральном округе больше всего иностранных инвестиций привлекла Ростовская область. Это факт статистики, это не мы сами это говорим. У нас представлены компании, там и Кока-Кола, Пепсика, Гардиан, Ашан, Касторама, Метро Кашенкерри, да? То есть у нас буквально, да, сейчас открываются новые предприятия, которые будут, да, надеемся, там, да, это американские компании, там, да, это и голландские компании, и Луис Дрейфус, и Air Products, которые разделение газово-высокотехнологичное, да, готовятся проекты проализации корпорации Марс. Очень серьезные миллиардные проекты. То есть это, наверное, лучший индикатор и лучшее доказательство того, какой привлекательный инвестклимат. Если зарубежные компании с мировым именем, с точки зрения своего риска ориентированных подходах модели развития бизнеса, сделали для себя вывод, что они вкладывают миллиарды сюда, в Ростовскую область, ну, наверное, то есть это о чем-то говорит, да. Напоминаю, работаем мы в прямом эфире, телефон прямого эфира, 200 ровно, 2519. Говорим мы сегодня о Донском бизнесе, о годе Донского бизнеса и как развивается Донской туризм на Дону. И следующий вопрос, вот недавно, собственно, да, вы говорили о том, что виноделие – это высокорентабельная отрасль, да, которая приносит доход, определенный для инвесторов. Как сейчас продвигается работа в этом направлении? Не помню, когда я говорил именно о такой праве виноделия, то есть, безусловно, что это важнейшая отрасль, на самом деле. У нас Дон славен традициями, и даже последние марки этой продукции, то есть они востребованы, вообще уже даже законтрактованы на несколько лет вперед. То есть, да, у известных марок, да, я бы не стал сейчас в соответствии с законом, да, называть эти марки торговые. Что такое винный туризм? То есть это уже развитая уже практика во всем мире. То есть очень востребовано сегодня, да, это сочетание такой-то, и на гастрономический туризм, да, это сочетание уникальное, да, этих напитков, соответственно, с очень вкусной едой. То, чем славится на Дону. То есть еще, наверное, ни одного, да, у нас туриста не приезжало, ли уезжало, который бы не похвалил бы за гостеприимство, за донскую кухню, которая просто... За кухню и за вино, да. В том числе и за это, да, вещь. Вот, у нас создан специальный винный кластер, да, и персонально занимается наш департамент потребительского рынка. Очень активно у нас присутствуют прекрасные такие, да, очень, да, Губин, руководители союза виноделов, да, присутствуют. У нас есть прекрасные вещи, у него есть прекрасные идеи по развитию этого, это и винная деревня. Это, соответственно, специальные компании, это Эльбуст. Да, то есть, ну, это, ну, там, где люди приезжают сюда из других регионов, там, из Москвы, Питера, за рубежом, с удовольствием посещают эти места, получают, да, истинное наслаждение и дальше разносят информацию об этом. Есть вообще перспективы развития этого направления, вот именно у нас в регионе? Да, я думаю, просто очень хорошие перспективы. То есть, да, у нас есть уникальные земли, у нас есть уникальные места с точки зрения климатических особенностей, да, и, соответственно, которые позволяют создавать уникальный продукт, который очень качественный и востребованный. Жителями не только региона, но и всеми, кто приезжает к нам, да, в гости. Есть у нас телефонный звонок, показывают, наденьте наушники. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как зовут вас? Кудривцев Николай Владимирович. Очень приятно, Николай Владимирович. У вас вопрос? Да, у меня вопрос. Давайте, задавайте. В гости. У меня вопрос такой, значит, для того, чтобы организовать производство, нужно современные технологии, современные проекты. И вот я обращался, допустим, до ГТО в нашу, говорю, есть у вас технологии производства, что-нибудь, хотя бы там зубило, там, булавки какой-нибудь. Они говорят, нет, давай приходи, там, плати деньги, мы будем там опыт эксперимента делать, но мы гарантируем, что эта продукция, которую ты будешь производить, она будет дешевле, лучше, чем та, что есть на рынке. Вот раньше были отраслевые институты, допустим, дни, там, технологии разрабатывали, что даже японцы приезжали, покупали у нас. А сейчас эта вся инфраструктура разрушена, а новая на базе частной собственности не создана. Вот может ли государство помочь в этом направлении, хотя бы профинансировать опытно-конструкторские работы? Спасибо огромное за вопрос, Максим Ильич. Я могу ошибаться, мне кажется, мы встречались, Николай Владимирович, в мае месяце на фестивале бизнеса, нет? Возле Фонтана, помните? Да, да, я же понял, мы открывали фестиваль бизнеса, вы мне показывали чертежи, мы как раз общались, подошел как раз уполномоченный по правам предпринимателя, мы пообсуждали эти вещи, вы даже показывали чертеж, если не ошибаюсь, или совок, что-то такое металлическое или что-то. Николай Владимирович, я полностью с вами согласен, что необходимо, безусловно, это работа, я помню, что вы рассказывали, что ДГТУ, я вам рассказывал, то есть о создании промышленного коворкинга, в начале его работы в текущем году, в мае, как раз в год донского бизнеса, был открыт промышленный коворкинг, в чем смысл этого коворкинга, опять, слово иностранное, мало кто его любит, да, то есть сочетает ЭКО, совместная работа, то есть это такое место для совместной работы, раз это промышленное, то есть это помещение и место, где можно воспользоваться станками, оборудованием, специальными программами, компьютерными программами, где можно смоделировать прототип своего изделия и сконструировать его в дальнейшем, а дальше запускать в серию или оценить, есть ли у него перспективы, либо нет. Поэтому давайте, Николай Владимирович, на самом деле вижу ваши интересы, все, и я заинтересован. Давайте пройдем встречу на территории промышленного коворкинга, там собираться на следующей неделе будет у нас как раз с нашим и Центром инновационного развития площадка такая, обсуждаться с промышленниками. Давайте вместе пересечемся, контакты оставите в студии, пожалуйста. Хорошо, мы на вас выйдем и там пройдем встречу. Спасибо вам огромное за звонок. Ну и перейдем далее к туризму, да, в общем-то, в общем, что происходит у нас в этой отрасли, что изменилось, какие регионы привлекательны для туристов, расскажите, Максим Владимирович. Ну, туризм, он входит в прямую, собственно, компетенцию Министерства экономического развития теперь, да, и... Теперь это будет управление туризма, да, не просто отдел туризма, а управление. Да, вы очень хорошо осведомлены, да, у нас будет управление туризма, развитие туризма внутри Министерства экономического развития, но это не все, то есть у нас есть целый ряд и пакет идей, и целая концепта сформирована, то есть у нас наш куратор, замгубернатора Юрий Сергеевич Молоченко в целом ее одобрил, то есть она же ждет одобрения главы региона Васильевича, да, то есть безусловно, что сегодня туризм, то есть, ну, справочно, у нас на Ростовской области посещают порядка миллиона туристов ежегодно, да, то есть, ну, совершенно очевидно для всех, даже не для глубоких экспертов, что потенциал полностью не использован. У нас, на самом деле, очень богатый край, да, можно это сказать, да, у нас очень богатый край всеми теми местами, то есть, ну, нужно правильно их использовать, а что значит использовать, да, то есть нам нужно правильно его преподнести данные места, поэтому мы подготовили эту концепцию развития, она очень прагматичная и практическая плоскость, то есть это не территорийский труд, а именно что делать уже буквально, то есть завтра, чтобы мы вошли в новый бюджетный цикл совершенно с новой программой финансового обеспечения всех мероприятий, то есть и два этапа ключевые, которые там предполагаются, это первое, это продвигать то, что мы уже сегодня имеем, у нас потрясающие места, то есть мы буквально готовимся, сейчас вот конференция международная, где представим нам, да, в Абхазии вы собираетесь, да, да, ну, я в том следе там расскажу, там, да, у нас, если даже взять, у нас такие ключевые места, там, да, есть Ростов, Новочеркасск, Старочеркасск, Таганрог, Азов, Танайс, то есть это даже такие приближения, которые в эпицентре такое находится, да, в ростовской агломерации, по сути, где все это можно посмотреть, но это нужно показать кому, то есть, ну, безусловно, конечно, да, на показать жителям Ростовской области, но с точки зрения экономики нам очень важно, чтобы это увидели и нагородные туристы, и иностранные туристы, чтобы они привезли свои ресурсы и оставили здесь, у нас, в ростовской экономике, у наших ростовских предпринимателей, для того, чтобы это заработала настоящая экономическая полноценная модель, для этого у нас все есть, а второй же этап, соответственно, который требует серьезных проектных работ, строительно-монтажных работ, которые по развитию мест инфраструктуры, это уже вторая часть, но мы даже сейчас, сегодня, соответственно, здесь должны вступать законы рекламы, соответственно, должна быть очень такая агрессивная, правильно, сфокусированная, точная реклама, то есть мы привлекаем сейчас специалистов, чтобы это правильно преподнести, то есть у нас уже определенные есть, там, да, договоренности с федеральными каналами, там, да, что, где мы преподнесем всю эту информацию, необходима это и буклетированная продукция, это и видео, и реклама, участие в тех специализированных туроператорских выставках. То есть у нас сейчас соглашение есть с Ассоциацией туроператоров России, с Минкультурой, которая занимается этим вопросом, с Ростуризмом. Безусловно, мы понимаем, что необходимо делать. Да, я очень думаю, что у нас поставлена очень амбициозная задача, там, предположим, увеличить в полтора раза, в два раза увеличить объем турпотока в Ростовскую область. То, что вы именно затронули, предстоящая конференция, посвященная, да, то есть по приглашению Министерства культуры России и Ростуризма проводится такая международная в Абхазии конференция, посвященная продвижению и развитию религиозного туризма, паломнического туризма. То есть это важнейшая вещь и это интереснейшая вещь, потому что прикоснуться, то есть каждому человеку и туристу к таким сокровенным вещам, то есть к нашей истории, к духовности, это очень важно. То есть вот мы приглашены тоже, там будет презентация, мы будем представлять свою Ростовскую область, да, и когда вот я готовился к презентации, мы собрали о всех наших сокровищницах и таких вещах драгоценных на нашем Дону. Мы подготовили, там нам помогала наша митрополия Донская, митрополия там, да, Валерий Волощук помогал, да, тоже в этом плане священник. И мы создали, конечно, удивительные вещи, то есть у нас просто те храмы, которые есть сегодня, те места, святые места, которые есть на Дону, то есть если даже взять там, у нас в Новочеркасске наш православный собор, собор войсковой, это патриарший собор, таких статусом патриарших единицы в России, да, есть. Наш Новочеркасский собор третий по величине во всей России, после храма Христа Спасителя и после Исаакиевского собора в Питере, там, у нас уникальный войсковой собор, да, в Ставочеркасске, у нас уникальный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который сейчас завершается реконструкцией, у нас уникальные места в Таганроге, у нас вообще, вообще, вот Ростовская область мы даже начали готовить, да, да, наверное, вряд ли в регионах других есть, когда начинается, да, гимн со слов о духовности и веры православного Тихого Дона, у нас святой Павел Таганрогский, находится в мощи в Таганроге, у нас живоносный источник Богородицы в хуторе Петровка, у нас вообще историю по летописям поднимать, поднимать таны с места урочища Азовского роща, это места, где побывал апостол Андрей Первозванный, здесь проповедовали Кирилл и Мефодий, то есть у нас уникальная вещь, об этом нужно говорить, об этом нужно доносить, это очень хорошее направление, развитие и духовное направление, ну и безусловно, то есть это также отразится в том числе и на социально-экономическом положении всех наших участников этого процесса, большой туриндустрии. Продвижение также вот туризма, да, Ростовского, так сказать, близится чемпионат мира, насколько сейчас регион готов к иностранным туристам, и как вообще обстоят дела с подготовкой к этому чемпионату? У нас по некоторым направлениям, по преднаправлению идет эта работа, Ростовская область здесь в числе, в хорошем числе, то есть мы не отстаем, то есть если брать по направлениям, это непосредственно спортивная арена, то есть это аэропортовая зона, да, и гостиничная инфраструктура, то есть по всем направлениям, по этим, да, то есть мы идем в графике. Те проблемы, которые есть определенные, да, то есть они решаются в рабочем порядке, можно не застрять внимание, можно не застрять, то есть я готов это отдельно прокомментировать. А все ли гостиницы получили звездность вот до 1 июля? Да, как вы помните, мы проводили неоднократно, да, круглые столы со всеми туроператорами, со всеми ательерами. У нас на сегодня все те гостиницы, которые имеют статус гостиниц, потому что, то есть, чтобы здесь не было недопонимания им, то есть у нас по статистике есть такое понятие коллективное средство размещения, оно включает в себя отели, они же гостиницы, а также включает в себя, допустим, дома там для людей на берегу Дона, там пионерские лагеря бывшие, там, да, какие-то базы, которые вообще не... Да, ну, тут даже хостел зависит от того, что есть ли у нее звездность или нет, там, да. Вот, так вот у нас из всего этого перечня гостиниц всего по статистике 278. Вот, у нас все гостиницы прошли классификацию, причем мы прошли это до 1 июля, и вот мы проводили встречи к углу столы, проводил тоже ваши коллеги из коммерсанта деловые встречи с ательерами. Мы закрыли 100%. Самое интересное, что пресекательная дата была 1 июля, по закону, уже закон поменялся, вот, мы успели, то есть, спасибо всем нашим ательерам, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех там за активную работу, за понимание, очень жестко мы так успели в июне все успеть, выполнить задачу. После мы ее выполнили, а другие регионы не выполнили, наши коллеги, да, и поменяли федеральный закон, и отнесли дату на более поздний срок, да, ну, тем не менее... Главное, мы все успели, наш регион все успел. Главное, мы успели, да. Но вообще Ростов готов уже принимать, да, туристов иностранных? Ну, я думаю, что, во-первых, процесс еще идет. Напомню, что вообще чемпионат мира у нас будет в 18-м году. Вот, и пользуясь случаем, да, хотел бы сказать, что у нас пройдет до 5 футбольных матчей, да, то есть, это очень важное событие, очень ответственно и традиционно, и безусловно, что мы хотим провести все это на высшем уровне. Вот, еще ряд целых проектов, которые необходимо завершить. Это касается, в том числе и облика, да, то есть, вы видите, как прекрасно приближаются отдельные районы в нашем городе, да, то есть, какие планы и задачи поставил губернатор по развитию левобережной зоны. То есть, это точно будет, да, раскол губернатора, совершенно точно все. Я думаю, что будет очень здорово, комфортно и на высшем уровне. Еще раз напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 200 ровно 2519, год бизнеса 2016-й заявлен губернатором Василием Голубевым и премия, бизнес-донор, говорили мы уже, да, сегодня премия, которая в мае вручалась, в чем заключается смысл этой премии, что она дает бизнесменам, в конце концов, благо финансово это понятно, что еще? Ну, вот вы знаете, да, на самом деле традиционно губернатор наш Василий Васильевич вручает очень так торжественные обстановки, в музыкальном театре, где присутствуют тысячи предпринимателей со всей области, приезжает целый ряд номинаций есть, присутствует и награждает лучших, то есть у нас есть конкурс, по которым отбираются, что в этом конкурсе, какие, то есть критерии отбора, да, то есть это начиная от обустройства увеличения рабочих мест, это кто показал наилучшие финансовые показатели, то есть именно прирост, динамика, то есть кто улучшил, соответственно, кто работает в открытой, у кого высокая заработная плата своим работникам, что немаловажно, это не только светлая экономика, то есть это и забота о своем персонале, да, вот, не отбираются эти номинации, и самое главное, что это вручается губернаторам на сцене лично, каждому лауреату вручается и диплом, и денежная премия. Денежная премия составляет от 100 до 400 тысяч рублей. Во-первых, это признание, то, о чем мы с вами и начинали наш разговор, то есть это признание, еще раз, то есть бизнес, это уважаемая вещь, у нас есть и наемные работники, это и врачи, и учители, это безусловно важнейшая вещь, социальная сфера, да, это очень важно, но и бизнес тоже важная сфера, это предприниматели, это мы с вами все тоже, которые, в принципе, трудимся в этой сфере. И это признание заслуг предпринимателей, которые производят товары, производят работы, производят услуги, честно, добросовестно, оплачивают налоги, создают здесь то благо, которое есть, да, и это оценка губернатора, и это отношение к губернаторам и всего проверенства к предпринимателям. Это вот в чем заключается эта бизнес-премия и, наверное, ее замысел. И вот, опять же, недавно вы говорили о том, что нововведение в эту премию вводится, да, то, что люди с ограниченными возможностями дают больше шанс предпринимателю победить в этом конкурсе. Расскажите об этом. Я не то, что говорил, я комментировал эти вещи, это было поручение губернатора. В мае месяце, в конце мая месяца, губернатор открывал новый центр консультирования предпринимателей. Абсолютно бесплатно для всех бизнес, ну, вообще для бизнес-общества, особенно малого предпринимателя, в телефонном режиме, в личном, в очном общении предоставляются бесплатно совершенно любые консультации. Вот, и юриспруденция, да, как повести себя, как вести себя в налоговую, как вести себя с банками, как работать, то есть полностью комплексная поддержка. И на этой встрече с предпринимателями Васильевич поручил нам проработать, поступил вопрос один, почему в этой премии не учитывается такой критерий, что, а если предприниматель устроил себя на работу людей с ограниченными возможностями, хотя это не совсем точно и некорректная формулировка, сейчас поменяли, называют людей с другими возможностями. И мы это видим и паралимпийцам, с другими и гораздо более лучшими возможностями эти люди. И Васильевич поручил именно, что обязательно Миннеку срочно учесть в этом постановлении правительства, и мы выполнили поручение очень оперативно губернатора, мы внесли изменения в данное постановление правительства. И теперь при конкурсе в числе критериев также учитывается наличие трудоустроенных людей с другими возможностями предприятия. И, соответственно, они появляют гораздо большие шансы на получение этой бизнес-премии, и в том числе денежной премии из губернатора на торжественной обстановке. Ну и прежде всего, это, наверное, признание этих самых других людей в том, что они не нужны, в том, что они, в общем-то, еще на плаву держатся, и все на них будет хорошо. Ну что ж, к сожалению, время подходит к нашему завершению. Ваши пожелания инвесторам, бизнесменам, вашим коллегам, всем-всем-всем. Ну и если в завершении, там, да, наше пожелание, то есть мы очень надеемся и должны это обеспечить, да, это рост экономики. Потом, ну хотя, опять же, хотел сказать, что экономика важная вещь, но все-таки экономика, экономические условия, это база. База для социума, для общества, для того, чтобы, для более комфортной жизни, чтобы граждане, наши жители, земляки нашего дома, да, могли комфортно и пользоваться всеми благами сегодняшними, всеми социальными услугами и комфортно себя ощущать в нашей родной ростовской земле. И еще есть у нас вот такая небольшая задумка, все, кто к нам приходят в гости, что хорошего у вас, у вас, в общем, в работе, в семье, что хорошего? Вообще, знаете, так, Инна, нельзя говорить, что ты счастливый человек, там, да, но я очень надеюсь, что у меня все отлично, то есть мне главное, что мне доверили очень ответственную работу, которую я очень люблю, я и живу, это работа, то есть я люблю свою семью, я люблю своих детей, я люблю своих коллег по работе, с кем я работаю в своей команде очень плотно и очень напряженно, я люблю своих друзей, я люблю свою землю, родной Ростов, да, где я родился. Спасибо вам большое, Максим Валерьевич, за то, что посетили нашу студию, я напоминаю, в гостях у нас был министр экономического развития Ростовской области Максим Попушенко, говорили мы о годе донского бизнеса, о донском туризме. Еще раз услышать это интервью вы можете сегодня вечером, далее в эфире радио ФМ на Дону, бизнесмен Евгений Фролов расскажет о том, как выжить бизнесу в кризис, ну а после завершения часа информационного начнется час музыкальный и вы услышите на ФМ на Дону программу по вашим музыкальным заявкам от Марины Орловой. На этом День на Белан, с вами прощаюсь, всего хорошего. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей, тебя весна моя увидеть надо, будет теплей. ФМ на Дону. Если хочешь остаться, останься просто так, пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за двенадцать, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так. ФМ на Дону. У меня девять жизней, хоть в одной, а для жизни и лучше той, в которой будешь рядом целой. Горабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. ФМ на Дону. 100,7 в Ростове. 103,3 в Сальске. 101,7 в Целине. ФМ на Дону. ФМ на Дону. 0,8 в Ростове. ФМ на Дону. Продолжение следует...